Каждый год в этот период в наши края прилетают птицы с севера. Они выбирают своим временным пристанищем мытищинские плавни, самую западную часть Верхнеяусского водноболотного комплекса. Располагается это место в Национальном парке Лосиный остров. Эти угодья очень важны для птиц. Крупное водохранилище с естественной растительностью обеспечивает их питанием, а высокие кустарники создают безопасные условия. Сейчас в мытищинских плавнях в отдельные дни мы насчитываем до полутора тысяч и даже больше птиц. Это как птицы, которые здесь гнездились и вырастили потомство, так и те, которые прибыли из более северных регионов на пути к своим зимовкам. На юге нашей страны, в Западной Европе, даже некоторые птицы долетают до Западной и до Южной Африки. В мытищинских плавнях наблюдается большое разнообразие водоплавающих и околоводных птиц. Самая многочисленная из них – лысуха, черная птица с белым пятнышком на лбу. Она относится к отряду журавлеобразных. Во время последнего учета специалисты насчитали около 700 особей. Также много видов уток. Среди них такие, как сиясь, кряква, широконосик. И самая маленькая утка нашей фауны – черок-свистунок. Во время съемок мы стали свидетелями прилета в наши края еще одного вида птиц, который за этот сезон в Лосяном острове еще не встречали. Нам очень повезло сегодня. Только что я заметил орланов-белохвостов в нашем угоде. Эти пернатые следуют за водоплавающими птицами, которые являются их добычей. И они будут сопровождать своих потенциальных жертв до места зимовки. Учет птиц специалисты осуществляют несколькими способами. Один из них – это наблюдение в бинокль. Второй – более современный. На территории национального парка установлена мачта высотой 50 метров. На ее пике – камера с высоким разрешением, позволяющим видеть объекты на расстоянии 2,5 километра. И основное ее назначение – это фиксация пожарной ситуации. Но ее также используют для мониторинга птиц. Мы видим с вами скопление лебедей и шипунов. Порядка десятка птиц. Причем среди них видны как белые взрослые особи, так и серые. Это их подросшие птенцы. А вот рядом видим небольшое скопление. Это или утки, а может быть даже лысухи. Они, конечно, вы видите, что гораздо более мелкие птицы. И для того, чтобы правильно определить их видовую принадлежность, нужно уже подъехать в это место. Сейчас предзимье. Скоро будут морозы. Выпадет снег. И как только водоемы начнут замерзать, перелетные птицы покинут наши места и отправятся дальше искать ушедшее лето. Алексей Попов, Денис Корнев, Первый Мытищенский.